Ну а прямо сейчас узнаем о последних новинках в мире IT-технологий из программы Вести.нет. На этот раз речь пойдет о футбольном симуляторе и о том, как его создателям удается так тщательно отрисовывать модели спортсменов. Electronic Arts задает новую планку в игростроении, точнее в точности отрисовок моделей человеческого тела. Во вторник компания выпустила очередное обновление своего футбольного симулятора FIFA, которое можно назвать одним из самых значимых за всю историю игры с точки зрения привлечения покупателей, не причастных не только к компьютерным играм, но и вообще к футболу. Впервые в виртуальной FIFA появилась женская лига. Девушка с обложки, нападающая сборной США, Алекс Морган, впервые поражает сетку виртуальных ворот. Вместе с ней электронными аватарами в FIFA 16 обзавелись представительницы еще 12 национальных команд. Главное, что бросается в глаза, с какой любовью и тщательностью подошли авторы к моделированию женской анатомии. Сначала мы попробовали просто приставить женское лицо к модели мужского тела с понятным результатом. Дело ведь не только в лице. Поэтому пару лет мы создавали технологию, которая позволила бы достоверно воссоздать все тонкости физики женского тела. Главная фишка игры, собственно, в том, что FIFA имеет эксклюзивное право называть всех игроков своими именами и, следовательно, максимально близко к реальности воссоздавать их повадки, мимику, жесты, движения. В каждом случае имеет место весьма недешевый контракт, и звезды мирового футбола сами заинтересованы в том, чтобы выглядеть в игре наиподробнейше. Так что у инженеров FIFA был полный доступ к телу. При всех различиях оцифровывают мужчин и женщин одинаково методом фотограмметрии. Графическая и физическая технология, которую мы создали, оказалась универсальной. Даже игроков мужчин мы с ее помощью теперь моделируем тоньше. Мощных, худых, высоких, атлетичных. А еще многие парни носят длинные волосы, поэтому для них мы можем использовать женскую анимацию причесок. Вот как это работает. Для динамических съемок мокап-модели выходят на импровизированное поле. Здесь они финтят, бьют поворотом, празднуют голы и играют лицом. При этом свыше 150 камер фиксируют каждый изгиб мышц, каждую морщинку на коже. В этом году впервые отдельно оцифровали форму, а в будущем особое внимание обещают уделить лицам. Для этого уже есть своя технология. Этот шлем записывает мимику актеров одновременно с движением их тела. В результате мы получаем единую достоверную картину. Датчики снимают показания с лица, затем мы их обсчитываем и добавляем на модель. Уже сейчас могу вам сказать, что следующая FIFA 17 будет выглядеть потрясающе. Мы пишем для нее много лицевой анимации. Все это, конечно, преследует одну цель. Привлечь как можно больше новых игроков. Собственно, симулятор футбола от Electronic Arts это не совсем симулятор. Это скорее инструмент для трехмерной визуализации матчей. Создать красивую картинку с любимыми игроками может фактически кто угодно. Управление простейшее, футболистами по большей части рулит автопилот. Пользователю остается лишь немного подыгрывать. Любой желающий, даже бесконечно далекий от киберспорта, может просто взять и начать играть. Более того, многие покупают игровую приставку только ради одной этой игры. Но, конечно, ставка на максимальную простоту и визуализацию негативно сказывается на реалистичности. Для сравнения, главный преследователь FIFA, футбольный симулятор Pro Evolution Soccer от Konami, прошел по иному пути. Там тщательно, исходя из габаритов, массы и скорости игроков, моделируют столкновения, борьбу в воздухе и другие физические тонкости футбола. Все это серьезно разнообразит геймплей, но предполагает наличие у игрока определенных продвинутых навыков. Впрочем, несмотря на то, что у продукта Konami есть свой преданный круг фанатов, коммерческий подход Electronic Arts куда выгоднее. Вот уже более 10 лет FIFA уверенно удерживает статус самого популярного спортивного симулятора в мире. При этом ежегодно умудряется увеличивать свои продажи в среднем на 20%. Продолжение следует...